Всем здорова, ребят! Добро пожаловать на Властелин Галец Мода Номер 1. Сегодня у нас 2 на 2 на Рудауре. Котик. Кто-то писал, типа, хули все котики осенние. Так получилось. Возможно, эти котики месяца 3 назад добавлялись в папку с котиками. Итак, за Рохан играет Элисар, за Харат играет Зироэль, за Арнор играет Махо, и Мунпони играет за Имладрис. О, я помню, на Эдайне эта карта пользовалась большой популярностью, потому что здесь была куча крипов, которые легко можно было закрепить. Там дикари были, из них падала гигантская сумма денег. Просто супер много. Давайте мотнем чутка. Видим, что прибежал шпион. Воровать у Арнора вначале нечего. Вообще технология Арнора не очень полезна. Маячит. Чего? О, нифига, вот это везение. Шпион уже окупился тем, что запалил Каву. И, не знаю, в курсе ли игроки, какие фракции изначально были. Ну, то есть, на рандомах играли или нет. Ну, если играли на рандомах, то очень сильно повезло правой команде, что не Имла стартанула в конюшне. Иначе шпиончик бы прикарманил технологию. И кто у нас тут, Зира? Да, и Зира бы кайфовал очень сильно. Так, выход в копья видим сразу же. И через второй барак решил играть. Тут у нас то же самое. Здесь наличие конницы заставило их оставить все свои попытки раша. Ну, или надежды, точнее, на него. Первый отряд есть. Снос. Посмотрим, окупит ли он. Зира, или захватил заставу. Обе заставы захватил. Ну-ка еще посмотрим. Половина рейда откатилась. Ну, в принципе, он сейчас ее потеряет. Наверное, не сможет извлечь профит. Да, они все заберут. Ну, половину откатил бы побыстрее. Почему бы и нет? Так, первая пачка выдвинулась. Вторая готовится. Здесь мы видим летателей. Здесь мы видим еще и деда. Почему-то не получилось или Сару быстрых отступников сделать. Странновато. Окей. Может, типа, слишком медленно прожал. Так, сейчас будут мечники почвы прощупывать. И с ними едет кавалерия. Ну, я думаю, что в порядке будет Элисара. У него есть отступление. Если вдруг что, да и один отряд кавалерии вряд ли сможет сильно кататься по метателям. Особенно, если они успеют залп сделать. Но, может, я ошибаюсь, конечно. Здесь уже 4 пачки собралось. Минус ферма. Нет, нужно не по этим... О, Элисар! А переключился вовремя. Да, очень много урона. Не будет ничего ловить здесь этот отряд кавы. Придется валить. Причем, это уже минус 300 монет для Арнора. Он еще и рискует. Окей, не 300 монет, он решил хилку отдать. Ладненько. Так, тем временем начинаются стычки на базе Арнора. Кажется... А, вот они, вот они пробежали. То есть, один отряд отвлекает, второй отряд зачищает. Видим, что Арнор Махо играет через Артедайн. Так, уходят эти ребята. Получили флаги Мунпони. Решил раннее сделать. И Махо не докон... Или Максо. Ох, хз. Махо, короче, не доконтроливает. Но... Да ладно! А как этот сдох? Он же был в другой точке. Вот не повезло. Но, по сути, не окупился старт в конницу. Он уже даже фонтан для нее строил. Так, здесь... А, Зиро... Короче, тянет время. Побольше времени тянет. Минус еще одна ферма. Тем временем у Рохана накопилась весьма приличная пачка. Можно отобрать также сигналку, но я бы ее проигнорил и побежал бы дальше, чтобы время зря не терять. Так, конница немножко подавила тут. Но не сильно. Решил лучников оставить. Окей. Выход в ранние библиотеки. А, ну, получается, что воспользовался ситуацией Мунпони. Он отвлекал одним отрядом. Точнее, как отвлекал он? Надеялся, что они не будут на него нападать. И, в принципе, так и произошло. Настроил кучу эки и через один барак вышел во флаги. И плюс пытается еще и библы поставить. Может сработать. Пачка у него не очень-то большая, но она есть. Он себе постепенно подстраивает новые войска. Сейчас мы на него посмотрим. У него есть косарь в кармане. Ему только второй барак нужен, но он, видимо, очень сильно хочет побыстрее библы сделать. Да, вот я бы, наверное, вместо пятой в барак бы поставил, а этого заставил в пятую ставить. Ну, окей, в принципе, норм. Ему не обязательно даже выигрывать, ему главное потянуть время. Потом он будет в шоколаде. Ну, вообще, кажется, что его армия прям даже имеет шансы на победу здесь. Так, ставится тотем. Неудобное сражение. Решает отступить. Коппери еще вышли. Не знаю, мне кажется, что можно было сражаться даже под третемом, но, допустим, библиотека построена и вот, собственно, последняя уже. Так, что мы видим здесь? Выход в Варафанта. Рановато слегка. Ну, ладно. Может быть, это и не ошибка. Не хочется сражаться. Почему, кстати, Рохан не сражается? Я понимаю, почему не хочет сражаться Монпони. ему выгоднее под крепость зашкелиться. На ссори, что зеваю. Не выспался. Нифига. Ну, как обычно, в принципе. Вот, он мог бы обстреливать сейчас. Сейчас бред. Чем он занят вообще? Он в К? Он реально в К сидит? Круто. Прикольно. Ну, возможно, что-то серьезное случилось. Допустим, не знаю. Девушка позвонила. Сказала, что она парень. Можно было сейчас с этим арафантом качаться на лукарях. не хватило обзора. Хзы-хзы. Так, начал двигаться. Ну, все, звонок, видимо, окончен. И этот сидит. Второй барак ставится. Строятся еще мечники. Так. Азираэль вышел в лучников и конницу. Окей. Ну, дед сейчас очень вкусно покушает, по всей видимости. А, нет, ладно, ладно. Я продолбился в глаза копейщиков, не заметил. Стоп, а что вот это вот значит? Что, что это такое? Какая-то хрень. Так, видим Элронда. Вот чего ждал. Мунпони. Минус дед. Видимо, не успел отступление прожать. Ну, и, собственно, все. Роханцы вынуждены отступать. Видим, мастерскую, но это не заиграет сейчас. Нужны копья. Я имею ввиду не копейщиков и не метателей, а копья, то есть Элвин и Элмер. Чтобы забарывать Элронда. Но беда в том, что он сидел АФК, поэтому он ничего не сделал, а Элронд будет качать левел сейчас. То есть, его будет сложнее убить потом. У нас помаху. Очень странная тактика у него. Неплохая, если что, неплохая. Просто странная. Обычно деда либо на базе держат, либо пытаются там, допустим, с конницей или с лучниками качать, а он тут с пехтурой бегает. То есть, ну, у него саппорт... Блин, как бы так выразиться? Арафан саппортит вашу армию, но вам еще нужны войска, которые будут саппортить Арафанта. Потому что сам по себе он никчемен. Очень хорошо. Увернулся шикарно просто. И саппорта для деда нет. Но он, видимо, хочет получить покровительство короны. Ему совсем мало осталось. Но Зирейли сбрал тактику весьма такую защитную, из-за которой Артедайн, ну, пардоньте мне, мой французский будет бибу сосать. Готов к бою! Так, появился Элмер. Пока что это ничего не дает, а Элронт уже третьего левела. Появился второй тир у Арнора. У Рохана пока нет. О, как интересно, он решил отдать свою обилку, чтобы еще больше помочь тиммейту. Возможно, он чувствует, что ему не справиться с Зирейлем, но его тактика очень плоха. В данный момент ему надо ее как-то перестроить. Хотя бы лукарей добавить, хотя бы. Либо кучу конницы, чтобы в наглую вот этих лукарей давить сквозь копья. Не, но лучше лучники, потому что если Зирейль выйдет в слонов, но он не должен выходить в слонов через этих лукарей, это очень дорого для этой стадии игры, по идее. Но он может в наглую это попытаться сделать. И тогда нечем будет убивать абсолютно. Сейчас единица полетит или нет. Я очень удивлен, что он ее не юзает, но в любом случае он забрал эту пачку, Зирейль не контролил, но зато Лиссар отступил. И нечто странное. Огненные стрелы вы должны были заметить чуть ранее их. Зачем? Не понимаю. Ну ок. Так, здесь больше кавы, больше всего. Здесь сиденье. Строится вышка. Залил экспу. Так, по всей видимости, Зирейль хочет помочь тиммейту, но уже по пятам движутся Арнордс по его пятам. И окупились библиотеки. И единиц. О, хорош, хорош. Отличный шаг. Причем, я не знаю, но скорее всего повезло, вряд ли кто-то способен настолько тщательно выверить тайминг, чтобы забайтить единицу. Скорее всего, он просто ее нажал и так сложилось, что прям идеально поражил. Ну, в общем, очень хорошо Алисар сыграл, мне нравится. В следующий раз Мунпони должен будет забирать батю, прежде чем это юзать. То есть, чтобы вы понимали, если вдруг кто не понял, это сейчас вот эта обилка законтрила третий тир. Идеально. Ой, у него есть два копья уже. Нет, пардон. У него есть один инвалид, у которого когда-то было копье, но его пока нет. И у него есть одно копье, вот как-то так. Неплохо. Но этот инвалид сейчас излечит свою инвалидность, как бы глупо это не звучало. и получит все-таки свое копье. Но еще придется потерпеть. Так, в это время я благополучно пропустил стычку Харадрим и Арнордс. С какой-то целью прибегали сюда эльфы. Возможно, хотели что-то сделать. Может, они как-то этого слона почувствовали. Но надо было бежать, например, попытаться барак снести. Ну, в общем, помянем Маху. Его тактика никак не заборит дорогих лучников с Момаком. Надеяться стоит только на то, что Зира как-то ошибется, недоконтролит. О, кстати, тем временем станел как от Арнора. По какой-то причине дед не прожал в подступлении. Может быть, даже не знаю, может, что быть. Минус Элвин. Как же мне этот кашель уже заебал. Две недели. Ну, ладно, в любом случае, хоть и понес потери большие Лесар, но его тиммейт должен затащить сейчас. Ну, технически. Это не точно. Всегда есть шанс, что слон пройдется по копейщикам и умрет от этого. А есть у него мудрость. Да, он выходит с смотрящих. Отлично. Самый простой вариант для имладрии законтрить слона. Но есть одна проблема, если слон не будет... Ну, то есть, допустим, вот начинается атака, ребята с левой команды видят, что там смотрящие, слон просто стоит перед лучниками и не идет в атаку. Как только они попытаются его застанеть, смотрящих зафоксит, и это будет гг. То есть, для того, чтобы эта старатка сработала для правой команды, нужно, чтобы враги разделились. Но вот беда в том, что слон-то на верхнего пойдет, а не на нижнего. Так что они вместе будут сражаться в любом случае. И им тоже нужно сражаться вместе. Но он не хочет помогать своему тиммейту, а тиммейт не хочет, не знаю, менять тактику. Вообще не хочет менять тактику. барак он поставил с лукаряне. Вышки ставит. Ну, можно, в принципе, раз уж деньги были выделены на вышки, то можно еще огонь загрейдить. Тогда слон не будет представлять угрозу. Но тут как бы две армии и есть огненные стрелы, то есть как бы все равно угроза есть. И тут Мунпони понял, что совершил ошибку. Ну, вот такое. Надо было сразу идти на помощь. Призываются хоббиты, тут есть копия. То есть надеется он какой-то урон нанести, но мы должны понимать, что хоббиты слишком слабы против слоника, у которого есть еще и офигенные татуировочки. Назерель допускает ошибку, его животные слишком далеко от его основной армии находится и где призывается третий тир, но тоже очень плохо. Я не понял, во-первых, я не понял, может я продолбился снова, куда делась армия Сирель. Во-вторых, я не понял, почему он решил призывать третий тир, когда его тиммейт ушел, или наверное по-другому, почему его тиммейт уходит. Странновато, да. Ну, будем считать, что правая команда отбилась, к тому же какой-то ущерб не, ну, моральный, ладно, моральный ущерб атака артедайна нанесла кому-то. А, барак, видите, видите, они окна повыбивали. Тут как раз, видите, нет окон логично и сбежали, как школьники. Блин, интересно, я один такой, или есть еще челы, которые играли в школе футбол и мячом окно в школе разбили. Есть среди моей аудитории такие красавцы. мне было стыдно. Ну, ладно, не совсем стыдно, скорее страшно. Половина слона отвалилась. Ну, маху, давай, лукарей, сделай саппорт какой-нибудь. Ну, там, кстати, он даже его бафнул. Тоже очень странное решение. Нафига. Эта штука даст баф на рейнджеров. А ты играешь через артедайн, рейнджеров не будет. С другой стороны, можно, конечно, ради вот этого его бафать, но все равно как-то, ну, не знаю, не очень. Лучше бы картена взял и его пробафал. картен быстро качается, когда в толпе лучников стоит. Но в любом случае, это все, это все мелочи. Нужен огонь, лукари и огонь, чтобы убивать слонов, чтобы Зерель не мог халявить. Ну, как я говорил ранее, мне не нравится такая тактика, которую Зерель использует, потому что она очень дорогая. Может быть, сейчас уже не тот период, где у него там денег не должно хватать, но тем не менее, по какой-то причине у него до сих пор нет войска. По паре отрядов вот этих лукарей бегают и все. Так что, по всей видимости, ему все-таки не хватает, хотя он в воде через дар и должен играть. Сейчас, когда закончится сражение, мы посмотрим на его базу. Да, не нужно было станилку юзать. Снова на те же грабли наступил Мунпони. Хотя угрозы никакой для этой пачки не было, но Элисар решил, видимо, заранее поражать на всякий случай. Так, забрали призыв второго тира. Зерель слона выделил. Здесь какие-то небольшие заварушки, ну и Сулладан качается. Так, тут один аванпост Мордора под прикрытием. А, второй есть тоже. Твоя смерть близка. Че? А, это двадцать пятка была. Погодите, они что? Он ливнул? Да, это двадцать пятка. Ну, я снова умудрился. Ах, ну ладно. минус слон будет. Да, даже ударить не успел. А, тут еще один дар. Ух ты. я не знал, что можно тиммейту отдавать золото. По идее, нельзя. Да, даже когда крепость ему принадлежит, принадлежать начала, он все равно не может выгрузить золото. Нужно в свою крепость тащить. Слушайте, ну он не сдается. но пора бы. Еще один грейд барак. Ну-ка, давайте смотреть за ним. Так, скоро двадцать пятка будет у Маху. Ну, у Зерейля в принципе тоже. армии нет, деньги есть. Стоп, что за бред? А где? я ничего не понимаю. А где эти девятьсот очков командования прячутся? Может, это какой-то баг реплея? Здесь парочка всего лишь. И здесь тоже два слона и пара отрядов все. Четыре отряда. Пять. Нет, больше, больше. А нет, показалось, я думал. Окей, да, два отряда, пять отрядов, два слона. Они же не занимаются только предела. это это 120. 120. Три этих это что? 120. 360. И все. И тут еще какие-то огрызки, которые тоже херню занимают. Так, я не понял. либо он какой-то дурацкий баг словил. Либо у меня забаговался реплей. Я такое впервые вижу, чтобы не показывало нормально очки командования. Можно 25 сюда закинуть, кстати. Можно было бы слона спасти. А, немного не хватило Элронда убить. Там сейчас 10 левел Горфиндель получит. Ну и Элронд уже 10 тоже. Какая же странная хрень. Но зато у Зереля куча денег. А, как раз уже в грейды решил выходить. плюс он продолжает харассы пазы. Ну очень странно. Но это будет большое удивление с моей стороны, если он в такой ситуации сможет выиграть. По идее можно выиграть в соло двоих, но когда у тебя вообще нет возможности много войск построить. Это все меняет. Ну не похоже, чтобы это был баг реплей. Это скорее всего в игре что-то такое произошло. Иначе он бы уже настроил армию. Так, огонь будет сейчас. Прикольно, прикольно. Это конечно займет кучу времени. Но рабочего убил. Можно еще одного убить. Так, конница всех задавила, помянем. И двадцать пятка. Можно попробовать ее забороть предвестником, что он делает. Так как тут катапульты только угрозу представляет, ведь крепость обстроена и с грейдами. Думаю, норм. Да, он их сразу забрал. Следовало прожать вот эту обилку. Может быть тогда катапульты прожили. Но позиция все равно хреновая. Еще один слон. Еще одна двадцать пятка. Ну вот это уже может быть минус крепа, потому что тут есть хилка. ладно, была хилка, нет хилки. Сейчас он сдохнет. По идее Поландо должен жить долго и сносить крепу. Прожми Махо, Махо. Молодец. Подкрепчики. Да, ГГ, по. Блин, ну если, было бы прикольно, если б Зирель выиграл в такой ситуации. Так получается, какая-то печальная концовка. Грустно проигрывать из-за бага. Жалко, что я раньше на него не смотрел. Интересно, он как бы, он его словил раньше или нет? У него что-то все время какая-то очень слабая армия была. Хотя денег, как видите, у него вроде достаточно. Дары всех не были проюзаны. а стоп, это же его скорпиона. Хули он в другую сторону пополз? Попытка закрысить. Ну, по какому-то непонятному стечению обстоятельств Махо решил, что сносить крепость не нужно. И он сносит просто здание. Но тут еще... А, маг земли сдох. И этот сдох. То есть, по идее, крепость стоит, а, но еще один есть. Ну, посмотрим еще. Ну, совет истории уже закончился. Крепость устоит, я думаю. Тем временем ползут катапольты. И ползут скорпионы. И он... И он даже не попытался. Ну, такие дела. Всем спасибо за внимание. Кто знает, из-за чего это происходит и как это вообще произошло, пишите в комментариях. Большое спасибо всем, кто стал моим спонсором. Чао, какао.